И много очень неожиданностей здесь. Ой, Наталья Печушкина готовится. Еще одна надежда, как говорится, нашей российской сборной. И Наталья Борисовна Тишина, которая тренировала меня в самые тяжелые моменты моей жизни спортивной. Когда только после операции я восстанавливалась, ходила с гипсом. Вот этот человек меня поднимал, как говорится, на себе. Потому что, будучи гимнасткой, у нее было очень много травм. И она знала, как это делать. И в очень быстрые сроки сделала меня опять утяжевой. Сейчас Наташечка прогрессирует. И я надеюсь, что мы так же, как и Александру, будем видеть ее на чемпионатах мира и на Европе. То есть мы сейчас будем смотреть за выступлением гимнастки, который я в нашем внутрироссийском рейтинге, значит, сайдок на пятом, шестом месте. Это, как говорится, сейчас перед нашими глазами не считая Веры Сессины Оли Капрановой основная шестерка российской сборной. И тем не менее, вот она в финале. Вот она в финале. И где-нибудь Афкарбе и Сон. Да. И это очень большой успех для этой девочки, потому что, как говорится, все труды вознаграждаются. К вопросу о длине скамейки нашей команды. Конечно. Посмотрите, как работает она предметом. Три шине под булавами. Это дорогого стоит. Три шине под булавами. Три шине под булавами. Три шине под булавами. Три шине под булавами. Держи. Держи. Ну как вам? Такое ощущение, что она родилась с чувством равновесия. Родилась с чувством равновесия. Десять, двенадцать, да пожалуйста. А еще и как она булавами владеет. Было пять бросков подряд, двух булав из одной руки. И насколько спокойно она выполняла каждый элемент, это такое же спокойствие у Жени Каная. Такое ощущение, что невозмутимо происходит. Да, больше всего удивила и порадовала та индиферентность, которой Наталья Печушкина все это проделала. Очень спокойно. Булаву вам бросить, хорошо? Две, бог ради. Это задача Натальи Борисовны, которая с напряженным лицом сейчас смотрит. Ну, просто тренер, которого я уважаю и которая подготовила олимпийскую чемпионку, двух олимпийских чемпионок в групповом упражнении. Это Иру Белову и Алену Посевину. И вот сейчас она готовит Наташу, я думаю, для очень длинного пути в личном, как говорится, многоборе и так далее. Потому что эта девочка прогрессирует и уже входит в шестерку. А тот, кто у нас входит в шестерку, тот обречен на успех.